добрый день друзья вы на канале будни риэлтора сегодня у нас вот такой вот ветреный денек при этом в общем-то комфортно тепло но я понимаю что вечером будет уже прохладно у нас с вами сегодня интересное видео оставайтесь на канале сегодня будет интересно вот такой сегодня у нас ветер на самом деле я заглушала и вчера редактировала видео потому что было очень ветрено сегодня вот он осенний ветерок при этом в общем-то пока что комфортно днем вечером конечно мне уже будет прохладно но сейчас мы с вами отправляемся на метро автово я вышла наш за два с лишним часа думаю что я хочу по крайней мере приехать пораньше мы договорились с хозяйкой без 15 чтобы я еще сделала видео обзор квартиры в том состоянии в котором она сейчас поэтому надеюсь что я доеду быстрее ну и сейчас у нас без пятнадцать четырнадцать два так время четырнадцать ноль три немножко пришлось постоять как обычно на выезде вот давайте засекать сколько времени нам понадобится чтобы доехать до автово одну пересадку мы сделали вторую пересадку я буду делать уже в метро так время 24 минуты мы доехали где-то за 20 минут до метро достоевская и мне нужно пересесть на красную ветку владимирская давайте я вам покажу и так улица дыбенко отсюда я ехала и сделала пересадку на владимирской а теперь мне нужно ехать по красной ветке до метро автово конечно можно было поехать на автобусе но так гораздо быстрее я неожиданно быстро приехала метро автово и сейчас мне нужно будет пересесть на трамвай где-то здесь я так понимаю и туда ну а что мы с вами находимся на самой одной из самых красивейших станций города такие здесь я бы сказала что это самая красивая станция такая помпезная да время сейчас у нас еще нет трех часов у меня в запасе целый час поэтому мы спокойно сейчас с вами осмотримся посмотрим что из себя представляет окружение станции автово я здесь была не раз отсюда идут очень много автобусов междугородних это станция довольно таки людная скажем так но не конечно да колонны разные квадратные и круглые и вот такие стеклянные но я напоминаю что с вами еду сейчас на сделку по аренде у меня квартира находится в жк морская мили а мы сейчас с вами засекаем время сколько нам понадобится чтобы доехать до метро автово также можно доехать до метро ленинский проспект и как видите здесь даже нет этого эскалатора то есть мы с вами поднимаемся по ступенькам потому что она находится не глубоко да красивая станция но мне сейчас конечно надо сориентироваться сориентироваться в какую сторону мне выдвигаться вот как видите здесь много разных выходов главное мне уйти туда куда мне надо да здесь я была еще и по работе ездила название улиц генералы и маршалы а ну вот смотрите вот ленинский проспект да а вот автово то есть по сути одинаково ехать в ту сторону там транспорта тоже много сейчас посмотрю куда мне идти в какую сторону и покажу вам что нас ждет на улице это одна из старых станций метро это одна из старых станций метро сейчас посмотрю в какую сторону мне бежать итак метро автово значит мне нужно перейти дорогу по пешеходному подземному переходу на другую сторону проспекта статчик и очень много транспорта идет поэтому в принципе сейчас вот здесь мы перейдем и поедем очень шумный проспект очень оживленный хочу сказать что отсюда можно уехать петергоф ломоносов соответственно и ропша транспорта здесь как видите очень-очень много тут стоят уже очереди вот есть и шестидесятый мне идет кстати почему-то меня послали на самую первую остановку давайте с вами посмотрим двадцать шестой на сейчас я разберусь с автобусами и уже потом посмотрим каждую минуту подъезжает какой-либо автобус просто транспорта очень-очень много здесь каждую минуту я посмотрела что можно пройти еще двор и там уже будет дорога с трамваями где можно доехать на трамвае ну соответственно трамвай это такой безотказный вариант когда дорога может стоять пробки могут быть а трамвай едет все таки по своей выделены скажем так дороги да и можно доехать без пробок поэтому я все таки сейчас будут занимать время потому что пока я не замените засекать время когда я уже сяду потому что я пока разобралась пока возможно пропустила уже несколько своих автобусов посмотрим сколько ехать будет в итоге тут и троллейбусы как видите ну что могу сказать не засниму я вам время сколько мне ехать потому что я села не на тот автобус к сожалению я села в троллейбус надо немножко пройти ну ничего страшного я пересяду время у меня позволяет но идти конечно прилично что делать но на самом деле мне повезло потому что вот он идет мой трамвайчик мне не надо идти целую остановку еще на автобусе вот такой современный трамвай да конечно ехать на трамвае даже комфортнее вам скажу мне кажется я уже вижу свои дома как видите на горизонте это все новые дома ЛСР мне нужно будет в крайне дальний дом эти дома еще не сданы вот эти беленькие соответственно вот эти четыре последних домика они по очереди будут сдаваться наш дом уже сдан населяется по этой стороне идут девятиэтажки ну да стройка еще идет тут ну как видите уже все тут отделочные работы вот здесь тоже в принципе наверное все таки фундаменты еще делают при этом уже построены школы видно что какой-то садик так а мне надо выходить а то я проеду еще свою остановку а здесь как-то трамвайное кольцо да вот и они видите как близко автобус по моему даже дальше остановка поэтому на трамвае ближе к ним надо разобраться еще как идти остановка школа ехать конечно молниеносно каких-то три остановки вот кстати остановка автобусная я думала она далеко вот она вся вся вот она рядом название школа да и ну вот сейчас идем по такой дороге не знаю посмотрим как как идти до дома а я немножко расскажу все таки что за объект с чем я работаю да сегодня ко мне обратилась моя клиентка с которой мы уже работали до этого на другом объекте по другому адресу так я думаю что здесь то я вряд ли пройду раз это стройка надо обходить да клиентка у меня моя уже давняя которую мы сдавали ей квартиру а ну вот хорошая все асфальтик здесь еще не сделано я сдавала ее квартиру в другом районе и соответственно она ко мне обратилась по этой квартире она купила новую квартиру в новом доме в новом доме от ЛСР и вот он комплекс называется ЖК морская миля вот собственно улица морской пехоты конечно все здесь облагораживают но это в общем то через дорогу туда уже квартал обжитой где есть магазины школы и так далее по этой стороне здесь я вижу какую-то электростанцию при этом все еще продолжаю здесь оборудовать обустраивать да есть ветер потому что чуть-чуть туда и у нас уже конец города очень хочется мне попробовать зайти на этаж высокий посмотреть вид из окон значит у нас была с ней договоренность что квартиру я рекламирую принимаю звонки договариваюсь о просмотрах соответственно задача хозяйки приехать показать ну и собственно приехать один раз на договор да иначе я бы просто не стала работать с этим объектом потому что добираться сюда крайне далеко так смотрится конечно интересно как на пустыре такие да 4 дома тоже вот как видите особо без деревьев но я вижу здесь в общем-то парковочку и вон там детскую площадку в общем просмотры мной качественно организованы хорошие фотографии она мне прислала сделала видеообзор даже поэтому она согласилась на эти условия и мы стали с ней работать тем более она со мной уже работала и доверяет мне а я ей да кофточку я приотдела потому что здесь такой ветер уже и пока я ехала конечно похолотала а площадка там детская неплохая и нуж крайний самый дом вот эти дома еще не заселены и хочу сказать что это все таки город да это городская прописка это кировский район метро относительно близко все таки да то есть я доехала на трамвае ну возьмите там 4 остановки да это даже с ожиданием ну 15 минут ну 20 да то есть трамвай ехал очень быстро вот здесь видите садик а здесь ну такая шикарная слушайте детская площадка прекрасно да да очень хочется подняться высоко и посмотреть в дальнюю даль эти дома тоже вроде как еще и не сданы там уже школа виднеется ой ну здорово такая современная да площадочка прям неплохо вот для подростков для ребятишек таких и беседка вон там со столами давайте прогуляемся я вам покажу тут такая лазилка девчонки вон со школы пришли играют здесь гуляют рюкзаки покидали ну такие беседки столы ух ты здорово здесь можно играть даже в шахматы а или жаки такие загорать ну круто да 26 этажей сейчас попробуем погулять там здесь прорезиненное покрытие как видите ну как можно не любить новые районы когда здесь вот так все когда приезжаешь в старые кварталы хотя сейчас очень много реноваций и ремонтируют детские площадки понятно все да но в свое время я пожила в старых домах в общем с ребенком на старых площадках всегда ну даже громак есть супер и всегда конечно мне хотелось новые дома я когда приезжала в Кудрово в парк я с таким удовольствием гуляла по этим площадкам да с новосельем да с новосельем ну что здесь хочу обратить ваше внимание есть паркинг стоянка и на территории как вы видите детская площадка а дальше школа и садик это очень здорово это отлично рядом соответственно остановка вход в парадную да мы сейчас с вами все посмотрим он сквозной соответственно есть вход как с этой стороны паркинга так и со стороны школы забора ну а мне хочется все таки подняться наверх и посмотреть что же из себя представляет вид сверху так ну вот мы с вами поднялись на высокий этаж на самый 25 здесь получается у нас три лифта два пассажирских один грузовой я хочу сказать что конечно здесь сейчас вот встретилась женщиной хотела поснимать вам что из себя представляет вообще холл но мы сейчас вниз спустимся я вам покажу здесь все конечно квартиры 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 так давайте а это тоже квартира я ищу лестничную клетку да это тоже все квартира в общем сейчас женщина так удивилась что так дорого мы сдали в аренду да она говорит ничего себе а я на ладожской не могу сдать на ладожской ну я же не знаю как она занимается арендой так мы с вами попадаем ага и лестница у нас получается закрытая вообще без окон слушайте удивительно удивительно то есть у них получается это второй холл в эту сторону да у них получается здесь вообще нет окон если честно я не знаю разве можно так по пожарным нормам не иметь окон по лестничной клетке да все это все квартиры это все квартира слушайте не получится мне вам показать я удивлена я хотела посмотреть вид из окна ну что спускаемся тогда вниз с вами лифты конечно все зашиты поэтому я вам ничего не смогу показать но меня удивляет что я вижу первый раз в жилом доме здесь вот такие покрытия сделаны ну и мои любимые таблички чтобы сразу было видно в какую сторону идти и какие здесь номера квартир у лифта идут нумерация этажей да может быть может быть так задумано так ну давайте покажу вам первый этаж да здесь в общем то все то же самое что и на этажом выше вот они ремонтные работы сразу мы их слышим здесь выход у нас на ту сторону давайте с вами выйдем я кстати приехала на 40 минут раньше поэтому отлично у меня время есть и посмотреть ну это неизбежно в любых новых домах чтобы вы понимали да но при этом все равно как-то охранники и не охранники ремонтники да они все таки стараются и убирают за собой здесь скорее всего будут всякие коммерческие помещения сделают магазинчики первой необходимости вот но меня конечно вот это вот отсутствие окон общих на этаже смутило немножечко здесь здесь получается постовые ящики аккуратненько да как видите квартир же много соответственно тут по поводу колясочной видите уже функционирует отлично так что здесь все отлично хочу сказать что сейчас мне позвонила написала даже агент которая вчера была которая давайте давайте можете не приезжать мы сами все заключим ну и в общем то я думаю что она уже сама и не хотела ехать честно говоря потому что за 20 минут до встречи говорить что я не приеду вообще ну скажите это неэтично как минимум если ты понимаешь что ты не успеваешь и не сможешь приехать то ты об этом знаешь ну за час уж точно поэтому поэтому человек ну вот я говорю все работают по-разному при этом она скажите квартиру скажите квартиру у нее клиент оставил 15 тысяч рублей и она даже не знает адреса вот так вот ну а я уже написала хозяйке о том что я на месте соответственно сейчас смотрю уже квартиру и буду их ждать обзор этой квартиры смотрите в новом ролике уже на канале а это вид из окна меня любезно довезла хозяйка до метро ветеранов это одна ветка в принципе с автово поэтому доехали мы с ней мило общавшись она мне рассказала про квартиранта и квартиру на кондратьевском проспекте в общем у нее живет парень уже больше года тоже она договор с ним будет продлевать и вкратце расскажу как прошла сделка в общем то агент не приехала агент оказалась очень странной и надо конечно мне записывать то что говорят клиенты как они сейчас восхваляли мою работу что хозяйка со спокойной душой она говорит я обращаюсь к вам зная что все будет хорошо что сделка пройдет и вы найдете хорошего человека и все как бы будет именно организовано хорошо и все будет спокойно не будет никаких мошенников ну и конечно же да тут ремонт ну и конечно же мне рассказал свою историю наниматель сейчас мужчина что он обратился по объявлению по одной квартире оказалось что ее нет я думаю вам знакома такая песня соответственно ему предложили посмотреть другие варианты квартир и он очень удивился почему на одну квартиру два агента то есть сам он меня не нашел почему-то хотя я везде и на авито и на циане и в контактах группе ну и соответственно этот агент его привел сюда договорившись со мной договорившись со мной сегодня при этом этот агент не приехала то есть человек отдал вчера 15 тысяч а она даже не помнит номер квартиры я думаю что вчера о проверке документов даже речи не шло в общем бедный мужчина конечно хорошо что он попал в добрые руки скажем так но мы с вами сейчас на проспекте ветерана и едем до Владимирской и так время у нас с вами пол шестого час пик людей очень много сейчас я думаю будет большая очередь на автобус агент написала спасибо большое ну как бы не этично спрашивать сколько комиссии она получила ну по крайней мере она занималась таким поиском лишь бы сдать и я на самом деле не не люблю никогда коллег хаять наоборот я свою профессию же уважаю и например когда я работаю с адекватными агентами я всегда пишу хорошие отзывы продажи в любом случае мы всегда в паре практически работаем но вот пока здесь ладно не приехала вчера она готова была заключить договор в общем то поэтому все сделка закрыта я что хочу сказать сейчас хозяйка говорила как раз таки о том что ей комфортно со мной работать что она понимает что мне не лишь бы кому сдать а я их по цене несмотря на то что я ее опускала по цене я говорила ей сразу что нам важно сдать надолго пусть это будет я уже не побегу пусть это будет чуть дешевле но зато мы найдем порядочного адекватного квартиранта она со мной полностью согласна да вот очередь набегает уже и на красный я не побегу ну а что могу сказать время покажет в любом случае мы работаем с ней не первый год и я ее не подводила ну и стараюсь в общем то никого не подводить и стараюсь чтобы все было хорошо время пол шестого вот посмотрите как быстро в принципе я доехала благодаря тому что договора мои вчера были вернее даже сегодня утром я их заполняла они были заранее подготовлены документы мне вчера обе стороны мне отправили поэтому сегодня все подготовила и времени мы на встречи не тратили поэтому все все прошло хорошо сделка закрыта ну а мы с вами увидимся в новом ролике всем спасибо и до новых рабочих будней пока все